Здравствуйте! На этот раз мы рассмотрим пример работы с микросхемой MAX31850. Открываем этот пример. И что здесь есть? Во-первых, есть инициализация OneWire, которая на самом деле это инициализация UART, инициализация TX, RX и непосредственно самого UART. Как мы можем видеть, здесь установлена скорость в 100 000 бит в секунду. Но стоит помнить, что для передачи команды RESET необходимо устанавливать скорость в 10000 бит в секунду. Это можно видеть здесь. Для передачи RESET сначала устанавливать скорость 9600. На самом деле у меня установлена установка скорости в 10000 бит в секунду. Просто здесь установлено значение из стандартной линейки RS232. Но, как показала практика, при скорости 115200 весь этот алгоритм не работает и прием не ведется. А при скорости ровно 100 000 все работает как следует. Поэтому здесь для RESET устанавливается 10 000. Потом отправляется данные. Вот пакет 0xf0. Дальше ждем, когда будет закончена передача. Переключаемся обратно в 100 000 и проверяем. Если у нас было не f0 получено, значит возвращаем в единицу. Все хорошо. Если получили опять 0f, то значит у нас ничего на шине нету и мы возвращаем 0. Следующее, что здесь есть интересного, это функция чтения ROM. Так как в моем случае у меня только два устройства, то и я просто шел по двум веткам. Сначала по одной ветке, потом по второй ветке. Отправив сначала 0, потом единицу. Это несмотря на то, что здесь написано в общем виде, данный алгоритм будет работать только для двух устройств. Для большего числа устройств его необходимо несколько дорабатывать. И что здесь происходит? Здесь сначала отправляется как раз таки команда поиска ROM. Вот она. И дальше происходит по тому алгоритму, который я уже описывал. Мы отправляем ff, получаем некое число, записываем его, потом отправляем уже полученный бит и так далее. По кругу все в данном случае 72 раза. И в результате чего получаем сначала один ROM. Потом повторяем эту процедуру и получаем уже второй ROM. Можем попробовать это зажить, посмотреть, как выглядят эти самые ROM. Для того, чтобы упростить себе жизнь, вот, запустили, остановили, вот ROM и считаны. Для того, чтобы упростить себе жизнь, здесь уже первые 8 байт данных содержат команду на сравнение ROM, для того, чтобы можно было сразу все эти байты отправлять для сравнения ROM, для того, чтобы выделить определенную микросхему. Если так не делать, не вставить сюда команду, то необходимо было бы сначала передать 8 байт команды, потом необходимо передать ROM, а так можно сразу передать все одновременно, что достаточно удобно. Вот как раз таки функция, которая отправляет ROM для сравнения. Ну и заодно возвращает, если у нас здесь мы сравниваем переданный ROM с полученными значениями, если он впадает, то хорошо, если не совпадает, то возвращаем 0. Мало ли, у нас во время передачи ROM что-то пошло не так. Здесь практически такие проверки, они идут на каждый чих данной программы. И в результате мы приходим вот к этой функции. У нас отправляется ROM на сравнение, в этой же функции у нас отправляется reset. Вот. То есть сначала reset, потом match ROM и возвращаем в единицу, если match ROM прошел успешно. Потом отправляем команду на запуск преобразования. Ожидаем 110 миллисекунд. Здесь также идет ожидание 110 миллисекунд, просто чтобы везде было все одинаково, даже если возникла ошибка. Вдруг она один раз возникла, а потом она все-таки перестанет возникать. Ну, из-за какой-нибудь глупости. Один раз что-то не сработало. Когда подождали 110 миллисекунд, начинаем заново. Опять отправляем match ROM с reset в обязательном порядке. И дальше отправляем пакет из 72 байт данных для того, чтобы прочитать данные. Из read.arrer которой давайте посмотрим в себя явно включает первые 8 байт запроса на чтение данных. Когда мы получили, отжидаем получение данных. И когда мы их получили, мы преобразуем полученные данные в температуру. Собственно, вот здесь вот такой вот достаточно простой алгоритм при делке FF и не FF к единице и нуле соответственно. В результате чего, если запустить программу, можно видеть, что мы от одного датчика получили 412, от другого датчика мы получили 0, потому что с другим датчиком мы здесь и не работаем. Данные запрашиваются только от датчика 0. Что такое 412? Смотрим. У меня уже что-то посчитано. 412 делим на 16, потому что 2 бита у нас отводится 1 резервный, 1 фолт бит и 2 бита это дробная часть. Нам надо сместить на 4 бита вправо. Это поделить на 16. Нажимаем. Получаем примерно 26 градусов тепла сейчас у меня в комнате. Давайте я возьму данную термопару и засуну, например, ее себе подмышки. И посмотрим, что же у нас при этом изменится. На юрик 588 давайте еще подождем для того, чтобы все нагрелось и проверим, какова температура моего тела по мнению данного датчика. 604 Давайте посмотрим, если 37, например, умолит на 16 пока, то мы должны получить 592. У нас уже 604. Останавливаем. Да, 604 так и осталось. Делим 604 на 16 и получаем почти 38 градусов. На самом деле при тестировании получилось, когда я измерял температуру закипевшей воды, получилось что-то 101,5 градусов. Поэтому это не у меня температура 38, а скорее всего это где-то примерно на градус врет само устройство. Но так как с помощью термопара можно измерять температуру сотни градусов, сотен градусов, то ошибка на 1 градус здесь уже роли не играет. Вот главное, что программа вроде работает, данные считываются, температура изменяется, а уже сами значения можно и подкалибровать под нужды того, кто это все программирует и кто это все будет использовать. Вот такая получилась программа, она просто идет в бесконечном цикле и прерывания от того же самого таймера в данном случае не используется, все абсолютно линейно и неинтересно. Я надеюсь, что вам все это было полезно. Ну а на сегодня все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...